Межклановые бои. Все было уже готово. Достроенная деревня блестела в глазах девушки ярким светом, поэтому она без конца смотрела на целый мир, который они создали. Деревушка была украшена яркими огнями и флагами, в честь приезда других кланов, которые вдохновились их союзом и решили присоединиться после межклановых битв. С нетерпением ожидая сюрприза от Хаширамы, она с интересом наблюдала самого высокого строения в их деревне, где будет сидеть будущий Хакаги, затем, как к ним въезжают некоторые из кланов. Их бурно встречают жители деревни, а они, радостно махая руками, громко кричат приветствие. Среди них всех девушка отметила один из кланов, который въехал самый первый и все его члены города седали на крепких жеребцах. Она счастливо улыбалась каждому приехавшему в один момент красивой юноше, проезжающей мимо башни на коне, помахал ей рукой, отчего она счастливо улыбнулась и помахала в ответ. Слухи о том, что три самых враждующих между собой и сильнейших кланов объединились, были просто невероятны. Сначала в принципе никто не поверил, пока разведчики не увидели все своими глазами. Это был пример другим, пора заключать мир, а то три непобедимых клана завоюют всю страну огня. Никто не решался нападать на созданную деревню, боясь быть полностью разбитыми, а о лидерах клана входили жуткие легенды. Один из них мог перевернуть миллионы километров леса одним движением руки, второй мог убить противника один раз на него просто посмотрев, а третий владел запретными техниками. Слушая все эти легенды, сыном главы клана Шинра, только усмехался. Все это лишь сказки и сильнее его нет ни одного Шиноби. Этим кланам просто повезло, что они живут в разных уголках страны огня и не встретились в бою. И, сейчас, Шинерган вместе со своей делегацией из клана самые первые въезжали в деревню. Парень довольно улыбался приветливым жителям деревни, которые кричали приветствие и свистели в честь их приезда. «Неплохо они тут устроились», — оценил деревню одним взглядом сын главы Шинра, подъезжая ближе к центру деревни, где должны были ждать лидеры и старейшины. «Может быть поэтому клан Яманок отказался от нашего приглашения и объединился с этой деревней?» «Все может быть, молодой господин», — пробурчал друг его отца достопочтенный Шиноби в его клане. Ган и его ответ не удовлетворил, и он расстроенный поехал дальше, думая о том, почему все кланы так стремительно сюда съезжаются. Как вдруг наверху самой большой постройки в деревне он увидел три фигуры, которые гордо стояли на крыше и улыбались гостям. «Смотри, Хакамада!» — закричал Шинра, хватая за плечо друга отца и показывая рукой наверх. «Это кто?» «Это основатели деревни и лидеры кланов», — объяснил мужчина и с уважением оглядел уверенных в себе Шиноби, от которых так и веяло страшной силой. «Но там же есть девушка!» Удивленно воскликнул Ган и помахал ей рукой. Несмотря на то, что она могла его не увидеть в движущей северенице кланов, девушка помахала в ответ и счастливо улыбнулась. «Ну и красотка!» Восхитился ей Шинра и тоже улыбнулся. «Неужели она одна из трех великих лидеров этой деревни?» «Но тогда вопрос, кто же из них у Зумаки?» «Никого ведь с красными волосами не было!» «Стой там наверху!» Элая сильно волновалась. Она верила в то, что эти битвы ждет что-то хорошее. Что они все смогут подружиться и присоединяются к их деревне. «Волнуешься?» Спросил Хаширама, увидев, как она крепко сжимает свой плащ пальцами. «Издеваешься?» Нервно посмеялась девушка. «Я просто в ужасе!» «Мы не будем участвовать в битвах!» Пожал плечами Синджу, объясняя этим, что ей можно не волноваться. Девушку это явно обрадовало. Она спокойно выдохнула и улыбнулась, как и положено лидеру, встречающему гостей. «Нравится?» Проследив за ее взглядом, который был направлен на парня с белокурыми волосами, спросил Хаширама. Элая только облокотилась на перила, но не ответила, лишь мило улыбаясь. Парень громко усмехнулся и повернулся лицом к Мадари, который стоял позади них с серьезным выражением лица. Синджу сначала показал пальцем на Элая, потом сделал смешное лицо, обозначающее поцелуя, а потом сотворил сердечко из растений, которые возникли из его ладони. Мадара сначала удивился, не понимая, что тот от него хочет, а потом до него как дошло. Учхара сердился и активировал шаринган, но Хаширама, беззвучно смеясь, уже отвернулся. Мадара прекрасно понимал, к чему клонит его друг. Но перед его глазами снова встала картина за деревней, когда он пытался добиться того, чтобы она хоть что-то сделала. И тогда, где-то глубоко внутри ему стало больно и противно от того, что все это вообще произошло. Перед самыми боями Элая, Мадара и Хаширама отправились в Раменную, надеясь спокойно отдохнуть и не переживать насчет гостей, которые прибыли. Как же я устал! Громко выдохнул Синджу, одной рукой отодвигая ткань, которая разделяла Раменную улицу. А ведь сегодня только первый день. Отчего ты устал? Ты ничего не делал, упрекнул его Мадара, когда они все спокойно сели на деревянные стулья, чтобы заказать лапшу. Тебе понравился тот парень из Шенра. Продолжение следует... И когда я работал с ней, то она почти даже не смотрит в его сторону, а порой даже плачет. Размышляя над этим, Мадара так крепко сжал пальцами рук палочки, что они громко треснули. Хаширама чуть не поперхнулся от смеха, а Элая обеспокоенно посмотрела в его сторону, задержав взгляд на его расстроенном лице. Еще секунды и Мадара бушила отсюда, но их паузу прервали еще одни клиенты. Все мгновенно посмотрели на зашедших, которые громко разговаривали между собой. И тогда я увидел. В их лицах Элая сразу узнала гостей из клана Шенра и тут же на ее щеках появился еле заметный румянец. Не может быть! Воскликнул входящий парень, радостно улыбаясь, и тут же подскочил к основателям. Яган из клана Шенра, а это Хакамада. А вы, видимо! Он глазами обвел основателей деревни и тут же протянул руку для знакомства. Мадара, Хаширама и Лайя. Вы знаете наши имена? Удивилась девушка. Кто же вас не знает? Ган посмотрел их в глаза и заметил в них какой-то интерес к нему. Как же он был счастлив, что его заметил и лидер, но... В этот момент парень Шенра судорожно пытался понять, кто из какого клана. Было бы все проще, если бы Учхо уже активировал свой шаринган, а кто-нибудь был бы с красными волосами. Присаживайтесь к нам, предложил Хаширама и двое из Шенра присели рядом. Как дорога! Нам пришлось ехать через всю страну огня. На самом деле, этот каньон просто невероятен. Он полностью скрыт среди деревьев. Ган казался очень эмоциональным парнем, который в жизни много добьется благодаря своему энтузиазму. У Зумаки как завороженная смотрела на него и все больше понимала, какой он очаровательный. Почему у вашей деревни нет названия? Это был хороший вопрос. На самом деле они уже много раз садились вместе, чтобы выбрать название, потому что старейшины пытались назвать деревню как-то ужасно, поэтому они все еще не выбрали название. Потому что это секрет, рассмеялся Хаширама и хитро подмигнул. Элай сделала вид, что так и есть, хотя это она услышала только что. Я слышал о вашей невероятной силе. С восхищением воскликнул Шенра и посмотрел на троих перед собой. В этот момент, с набитым ртом и лапшой во рту, они не были такими великолепными, как слухи, но, казалось, что в глазах парня, основатели все равно блестели. Почему же вы не участвуете в битве? Мы экзаменаторы и наблюдатели, объяснила Элай и мило улыбнулась гостю. Мы будем следить за выполнением правил. Неужели вас совсем нельзя будет вызвать на бой? Казалось, что он очень расстроился. И в голове у девушки пронеслось, что он ведет себя совсем как ребенок. Это показалось ей милым. Думаю, самый сильнейший тот, кто сможет на последнем экзамене легко победить своего противника, сможет вызвать экзаменатора на бой, огласил свои мысли вслух Хаширом и Элай и Ашарашина посмотрела в его сторону. Она не успела ничего сказать, потому что Мадара тоже был согласен. Неплохая идея, поддержал его очиха и девушка совсем упала духом, надеясь, что гости из клана Шенра ничего не заметят. Наконец-то я смогу увидеть богов в Шенобе в действии. Узумаки чуть не поперхнулась лапшой от этого радостного крика. Боги Шенобе. Он серьезно? Какой же из нее? Бог. Учиха увидел, как Элай расстроилась в этот момент, но он не собирался ее поддерживать. Она должна себе вернуть силу любой ценой Мадара и ей обязательно поможет. На самом деле, Шенерган ему очень не нравился. С самого начала он был больше похож на парня, который в итоге все испортит. И тогда, если он в конце кого-нибудь выберет из них, то Хашир и Мэйли Мадара ему обязательно накостеляют, а Элай и девушка. Он не будет так низко подать и вызывать ее на бой. Еще раз посмотрев на этого парня, он увидел только широкую улыбку и яркие голубые глаза. Он казался настоящим, но доверие Мадары так и не завоевал. Первый экзамен был в самом разгаре. Хотя, нельзя это было назвать экзаменом. Разгорелась настоящая битва. Клан за кланом пытались завоевать флаг друг друга, сражения шли полным ходом и судьи скрывались на каждом углу. Элай слилась с листьями деревьев и наблюдала за тем, как один из членов какого-то клана медленно крался к камням, возле которых стоял красный флаг. Они были уже совсем близко, как вдруг Узумаки поняла, что не одна. Девушка резко повернулась и увидела Гана, который смущенно смотрел куда-то в сторону. Если я их всех раскидаю. На его щеках выступил румянец, и говорить он стал еще тише. «Пойдешь со мной на свидание». Узумаки чуть с ветки не свалилась. Она отвела глаза куда-то в сторону, пытаясь понять, что сейчас вообще произошло. Ее позвали на свидание. «Ну как?» Он тихонько посмеялся и почесал затылок. «Но ведь они уже близко». Узумаки смотрела на то, как шины без другого клана подходили к флагу все ближе и ближе, как будто специально заставляя ее переживать за будущее клана Шинра. В эту секунду время для нее словно замерло, и она с наслаждением наблюдала за тем, как он с огромной скоростью напал на противников сверху, скрещивая пальцы в очередной технике. Его соперники уже лежали прямо на траве и больше не могли встать, а девушка даже не поняла, какой техникой он воспользовался. Точнее просто не хотела понимать. Элая с волнением спустилась вниз и подошла поближе, чтобы окончательно убедиться в том, что они больше не встанут сегодня. Но в этот момент совсем не поняла, что вообще произошло. Перед ее глазами будто все поплыло, и она пыталась понять, правда ли это все. Парень, который так понравился ей с самого первого момента. Тот, кто все время смотрел на нее с улыбкой и не боялся ее, так, как это делали соклановцы. Тот, кто просто смотрел в ее глаза и заставил смущаться. Поцеловал ее. Шинрган Мадара с нетерпением ожидал, когда в конце концов к нему подойдет победитель с флагом в руке так, как это делали остальные. Но время уже пришло, а его все не было. Учиха недовольно вздохнул и, посмотрев на солнце, которое уже клонилось к закату, отправился в сторону победителей. Он все прекрасно слышал. Незаметно пробираясь через ветвь деревьев, Учиха быстро добрался до нужного места и замер в неожиданности. То, что он там увидел, заставило его расширить от ужаса глаза и понять, какой же он на самом деле дурак. Почему? Но почему именно он должен был это увидеть? Не хаширом или кто-нибудь еще, а именно он. Мадара видел именно то, что совсем не хотел видеть. Эта распущенная девка стояла рядом с флагом и целовалась с парнем из Шинра. Только от этой мысли Учиха почувствовал себя еще хуже, поэтому он моментально скрылся из виду, возвращаясь на свое место. Парень в гневе ударил кулаком в ближайшие валуны и раскрошил его на мелкие части. Какого черта? Прошло всего лишь два дня, как она знает его, и они уже занимаются непристойностями прямо посреди боя. Он знает Илайю больше десяти лети, но она не давала ему даже слова нормально вставить. Мадара с бешенством уходил с экзамена, искренне надеясь, что хаширома все поймет. Ему казалось, что вокруг него было адское пламя, готовое сжечь любого, кто решит ворваться в его личное пространство. «Мадара!» Воскликнул Шиноби из клана Узумаки, который также принимал экзамен, но Учиха бросил в его сторону уничтожающий взгляд, и тот резко замолк. Почему Илайя вместе с этим ребенком из Шинра? Но почему? Мадара совершенно не знал, куда деться от своих собственных мыслей и в этот момент был даже готов заплакать от бессилия. Но почему? Почему он так сильно злится? Неужели он сам бы хотел оказаться на месте этого парня? Да этого просто не может быть. Почему? Почему же ей было так приятно? Илайя весь день не могла поверить в то, что это случилось, и сейчас, сидя на крыльце своего дома, не могла не улыбаться. Ей казалось, что весь этот мир прекрасен и полон загадок, которые она хотела разгадать. Девушка была готова покорить вершину и вывернуть целые долины, чтобы это повторилось. Она то и дело трогала кончиками пальцев свои губы, вспоминая этот поцелуй, а потом задерживала дыхание от волнения. Что-то случилось? Мита весь вечер наблюдала за необычным поведением подруги, пока была у нее в гостях. Ее странные жесты водили узумки в заблуждение, а когда та вовсе ушла сидеть на улицу и смотреть в небо томными глазами, не вытерпела и спросила. «Я». Илайя тяжело выдохнула и перестала говорить, опустив голову вниз и накрыв ее руками. Кто-то влюбился? Посмеялась подруга и присела рядом, чтобы быть ближе к Илайе. Сегодня в деревне было очень громко, на улицах пьяные мужчины громко пели песни и смеялись, девушки танцевали на маленькой площади под огромном музыкальных инструментах. В небо стреляли разными взрывными техниками, создавая что-то очень красивое. Но девушки как будто этого не замечали. «Мне кажется, я неправильно поступаю с... с Мадарой». Тихонько посмеялась Мита, перебив подруга, которая тяжело вздохнула, опустив плечи вниз. Узумаки, на самом деле, смешила это с ситуацией. Девочка даже не может разобраться в своих чувствах, но думает о том, как другие от этого страдают. Но ведь он совсем не проявляет знаки внимания. Ему все это не надо, Илайя понимала, что для Мадара она всего лишь друг. И все ее чувства никогда до него не дойдут. Его вечно серьезное выражение лица заставляло ее замолчать и спрятать все то, о чем она думает. Иногда ей казалось, что он знает о ней гораздо больше. Почему его взгляд так задерживается на ее браслетах? Почему он так пронзительно смотрит в ее глаза? Почему он тогда сжег все поле по ее просьбе? Почему он ее обнял? «Для него я никто», — обреченно произнесла Узума Кемита, обняла ее за плечи, прижав к себе. «Мадара бы даже не рассматривал меня, как своего соперника, потому что он сильнее. Тебе правда нравится этот парень?» Перевела тему дочь главы, чтобы девушка отвлеклась и снова вернулась к мыслям о любви. «Когда я думаю о нем, внутри меня порхают бабочки, но...» Элая замолчала, боясь признаться в том, что она действительно чувствует. Это что-то заставляло ее сомневаться в правильности решения. «Это очень и очень неприличное желание, а не любовь». Кемита снова засмеялась, но ничего не ответила. Этот разговор был их маленьким секретом, о котором будут знать только они. Девушки продолжали счастливо смотреть в небо, где последние взрывы ярких искр сияли еще ярче. Они будоражили сознание и заставляли думать о чем-то хорошем. В день второго соревнования, утро выдалось просто отличное. Хаширому чувствовал себя-себя очень гордо, идя по улице, когда с ним здоровался почти каждый. Элая шла рядом и просто светилась от счастья, когда ей делали маленький поклон головой и улыбались в ответ. «Ты сегодня немного другая», — заметил ее радостное выражение Млица Хаширома. «У тебя случилось что-то хорошее». «Это что-то не просто хорошее», — загадочно ответила девушка, когда они подходили к краю деревни, чтобы начать соревнования. «Оно просто восхитительное». «Я рад». Обрадовался за нее Синджу. Мимо них угрюмо прошел Мадаро, даже не поздоровавшись. Он кинул холодный и уничтожающий взгляд на Элая, от которого она почувствовала себя виноватой и ей захотелось сжаться в комочек. «Мадаро, стой!» Громко попросила она, резко повернувшись к нему лицом, чтобы он тоже сделал так же. Девушка хотела посмотреть ему в лицо и понять, сожалеет ли она о чем-то или нет. Учиха даже не остановился. «Да что эта девка могла ему сказать?» «Что?» «Мат!» «Элая не надо», – остановил ее Хаширама, положив руку на плечо. Узумаки ничего не могла сделать, чтобы его успокоить. «Конечно!» «Она же ему никто!» «Кто-то сегодня не в настроении?» Спросил Шинра, подойдя к лидерам. На поляне уже собрались почти все кланы, которые подтягивались к началу соревнований. «Да!» Расстроенно ответила девушка и это не укрылось от взгляда Хаширамы. Просто встал не с той ноги, отмахнулся Синджу. Никто не будет нянчиться с ним. Мадара уже взрослый и должен решать свои проблемы с настроением сам. Второе испытание началось. И именно оно начнет отсеивать слабые группы, которые не смогут дойти до конца. «Ваша задача не просто дойти до конца лабиринта», — громко вещал Хаширама, объясняя, что нужно будет сделать. «Нужно будет найти свитки, спрятанные внутри. И они в ограниченном количестве. Из десять групп только четверо смогут выйти с победой». В толпе послышались громкие крики радости и был виден боевой настрой команд. Все были готовы. И, по взмаху руки, отправились на поиски свитков. Команда от кланов Учхо, Узумаки и Синджу тоже приступили к заданию. Все это время Ирлая напряженно смотрела на выход из лабиринта и ждала, когда же наконец появится хоть одна команда. Ей искренне хотелось болеть за свой клан или клан и друзей, но она желала увидеть первых именно Шинра. Но почему? Почему она так волновалась за чужой клан? Неужели за эти два дня она действительно влюбилась в этого необычайно классного и такого хорошего парня? Внезапно с конца туннеля послышались голоса. Девушка вскочила с места и подготовилась встречать первую четверку. Первыми пришла группа из клана Синджу. Они громко смеялись и, проходя мимо судьи, отдали свитки. Вторыми вместе пришли кланы Учхо и Узумаки. Все это требовалось ожидать. Ведь все-таки сильнее их кланов просто не было. Учхо, который наблюдал весь процесс со скалы, видел, что Элая все равно была напряжена и не могла расслабиться. Этот Шинра. Это все из-за него. Мадара не понимал на кого он больше злится. На этого парня? На Элаю? Или, в конце концов, на себя? Чем больше он находился один и смотрел на нее издалека, тем больше придумывал себе того, чего нет. Четвертой командой пришли Шинра и Учхо ясно увидел, как девушка облегченно выдохнула. Но больше он не даст ей находиться в таком состоянии. С этого дня она и вздоха спокойно не сделает, а он обязательно позаботится об этом. Мы успели. Громко закричал Ган, подойдя поближе к Узумаки, чтобы отдать ей свитки. Вы как раз вовремя. Девушка мило улыбнулась, протягивая руку, чтобы взять их, как вдруг она почувствовала, что на них пытаются напасть. Она резко повернулась в сторону опасности и увидела, как прямо ей в лицо летит куны. Элая испуганно сделала шаг назад, закрывая лицо руками и надеясь, что он пролетит мимо, не задев ее. Шинра не смог почувствовать сам, но вовремя понял по ее взгляду и в одно мгновение достал свой куны и отбил врага. Кто это мог сделать? Элая рухнула на землю, содрогаясь от испуга и картины, которая у нее встала перед глазами. Мертвое поле трупов, которые горят в огне. Ее кулаки сжались до такой степени, что побелели костяшки пальцев. Эта ситуация просто потрясла Шинра, который стоял и в недоумении смотрел на величайшего лидера одного из кланов. Это что какой-то экзамен, где он должен ее защитить? Или что сейчас произошло? Она действительно так слаба, что не может даже отбить простой куной. Она и лидер. Как ты? Обеспокоенно спросил парень и подсел к ней, обняв задрожавшие плечи. В глазах Элая стояли слезы и боль, которую она пыталась унять. Девушка не могла ответить на этот вопрос. Зато Ган прекрасно знал ответ, и он во что бы то ни стало хотел найти того, кто это сделал. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы объединить наши кланы. Начало свою торжественную речь на третьем испытании Синджу и толпы на арене поддержали его громкими криками. Кланам предстоит выяснить, кто является сильнейшим в стране огня. И тот, кто сможет одолеть всех своих соперников имеет право вызвать любого из лидеров на бой. Шиноби взревели и громко хлопали в ладоши, соглашаясь с правилами. В конце, мы обязательно объявим наши кланы и будем благодарны тем, кто присоединится к нашему союзу. Продолжил речь Мадара, когда все успокоились. Наша деревня – это начало тех, кто желает быть сильнейшим и тех, кто способен жить в мире. Радостно воскликнула Элая, поднося руку к самому сердцу. С этих пор, игры и битвы на арене – это будут сражения, в котором будет возможно увидеть, какой клан действительно сильнейший. Хватит войны. Громко втроем объявили лидеры и арена снова радостно зашумела. Хватит войны, глупо передразнил один из участников боев и громко засмеялся. Это был парень из клана, который также приехал узнать, кто сильнейший, но их клан вылетел в первом же туре. Его соклановцы с презрением посмотрели на организаторов межклановых битв, но ни слова не сказали. Да кто они вообще такие, чтобы указывать нам? Продолжал возмущаться Шинобе, но его быстро гомонили, заставляя замолчать. «Просто жди момента», – объяснила ему девушка, сидящая рядом. «И совсем скоро ты увидишь, как они сделают ошибку, а мы нападем и снова развяжем войну». Ее взгляд упал на очаровательную блондинку, стоящую на самом верху, которая счастливо улыбалась и махала рукой. Девушка пыталась подавить свою ненависть по отношению к ней. Когда-то они виделись на поле и эта девка уничтожила половину ее отряда, даже не задумавшись, а теперь говорит про то, что устала от войны. «Они за все поплатятся», – юно, – обратилась она к другу, но тот просто сбросил ее руку с плеча. «Я устала ждать», – Меге, – отрезал парень и отвернулся от нее, чтобы она не видела его в ярости. «Это будет сегодня», – я уверена, – девушка гадко ухмыльнулась. Ее успокаивали мысли о том, что она вонзит в горло лидера Куны и убьет ее. Но насколько же она сильна? Этого никто не знал. На большой арене, которую устроили специально для гостей, было невероятно весело. Шиноби громко кричали и свистели, поддерживая своих соклановцев, которые по одному выступали против друг друга. Битвы шли по пять минут и это позволяло навести напряжение, которое витало в воздухе. Самый лучший вид открывался, конечно, с балкона, где стояли трое основателей, оперевшись руками на перила, и наблюдали за бойми. Хаширома как завороженный смотрел на происходящее, надеясь, что его вызовут на битву. Элай радовалась успехам своего клана, но, к сожалению, все они вылетели в схватки с Синджу и Учхо. Шиноби из клана Синджу были невероятно сильны и уже никто не надеялся на победу другого клана. Среди всех участников осталось только трое. По одному от Учхо, Синджу и Шинро. Ган с улыбкой смотрел на очередного поверженного. И в тот момент Мадаре показалось, всего на одну секунду, что его взгляд изменился, а улыбка на лице уже не казалась такой милой. «Хватит этого спектакля!» Крикнула на арену и замолчала, продолжая слушать одного из сильнейших Шиноби участников. Мадар наконец-то увидел, чего он хотел с самого начала, и его губы растянулись в еле заметной улыбке. Учхо был прав. Узумаки была очень рада его успехам. Он держался молодцом на протяжении всех туров и сейчас, ей просто хотелось его обнять. Но она не знала, хотел ли он на самом деле этого. «Я хочу сразиться с одним из вас!» Воскликнул парень и громко засмеялся. В воздухе опять повисло напряжение, которое начало смущать девушку. «Здесь что-то было не так. Но... что... выбирай!» Согласился с ним Мадара. Сейчас ему хотелось только смеяться. Он слишком много сделал для того, чтобы Шинра выбрал только одного среди них. Именно того, кого хотел Мадара. «Только честно, мальчик!» Немного посмеялся над них Хаширама, намекая, чтобы он выбирал среди мужчин, но Шинра пропустил это мимо ушей. Элая, улыбаясь, смотрела на него, зная, что он ее не выберет. Узумаки же ему нравится, и он просто не сможет с ней сражаться. «Я хочу сразиться с ней». Сердце девушки рухнуло в тот момент, когда он пальцем показал прямо на нее. «Я?» Ее дыхание сбилось, а в глазах потемнело. «Что значит она?» Элая медленно оторвалась от перила и сделала шаг назад, смотря на его теперь немилую улыбку. «Да кто он такой?» Хаширама в удивлении вскинул брови, пытаясь что-либо сказать, но его не было слышно за радостными криками арены. «Пойдем, поиграем!» Громко рассмеялся Ган, протягивая ей руку, притворяясь, что зовет ее вниз, но Узумаки не могла сделать даже вдох. «Я не могу!» Элая закрыла глаза и упала на колени, не в силах даже подняться, но чьи-то руки подхватили ее и принудительно потащили перилом. «Нет!» «Нет!» Орала девушка, но никто ее не слышал. Под шум, крик и радостными взгляды старейшин, ее тащили прямо к единственному выходу на арену. «Нет!» Придя в себя, девушка начала отчаянно сопротивляться, чтобы сбежать, но ее сжали еще крепче. «Пустите!» Закричала она, в надежде на то, что ее отпустят, но вдруг потеряла опору. В этот момент случилось то, чего она боялась больше всего. Узумаки летела спину летела вниз, с ненавистью и непонимаем, смотря на того, кто ее выбросил туда, где ее сейчас просто убьют. Предательство было самым жестоким, что ей пришлось терпеть в своей жизни. «Как ты мог?» С болью в голосе прошептала она, смотря на того, кто ее предал. «Мадара!» Но он ее уже не услышал. Учиха высокомерно улыбался. Довольный победной улыбкой. Взрыв чувств. Девушка с надеждой протягивала руки вперед, надеясь ухватиться хотя бы за что-нибудь, но она не могла. Земля становилась каждой миллисекундой все ближе и ближе, и, наконец-то, Элайя, понимая неизбежность всей ситуации, смогла взять себя в руки и повернулась лицом вниз, бесшумно приземляясь на землю. Поднятая ветром, пыль какое-то время скрывала в узумы Кешинра, стоящих друг напротив друга на арене. «Ты все-таки спустилась сюда», — гадко усмехнулся Ган, хищно осматривая девушку с головы до ног, ненадолго задержав свой взгляд на уровне груди. «Как же долго я ждал нашей с тобой битвы, жалкая слабачка!» «Слабачка!» Элайя с обидой смотрела на того, кто еще пару дней назад восхищенно смотрел на каждого из них. «Я слышал о вашей невероятной силе. Наконец-то смогу увидеть богов в Шинобе в действии». Именно так он сказал, когда они все вместе сидели в раменной. И именно эти слова казались ей такими правильными. Они действительно были сильные. Они двое. Но не она. Не Элайя. «Я сделаю все, чтобы главы других кланов узнали, что одна из лидеров деревни — никчемная девка, которая не может даже защитить себя». Он злобно посмеялся, намекая на тот кунный, когда она испугалась, и закинул голову назад. «А для этого мы с тобой заключим паре». Хуже всего было не то, что он ее предал, а то, что он был прав. Она просто никто, но решила, что у нее получится править деревней наравне с ее друзьями. Решила, что сможет им во всем помогать, хотя сама просто никто. «Если выиграю я, то клан Шенера возглавит деревню, а вы трое будете изгнаны». Громко говорил Ганн, чтобы всем было слышно, а Элайя понимала, что он просто поставил ее в тупик. «Она не может отказаться. Как жестоко. И почему же так больно? Если выиграешь ты...» Парень запнулся и гадко усмехнулся, заставляя девушку сделать шаг назад. Впрочем, этого все равно не случится. Элайя с болью в глазах перевела взгляд на Мадару на балконе. Он улыбался. Улыбался, но его улыбка не была злой. Не такой злой, как у Гана. Учиха смотрел на нее по-другому и его взгляд был ей непонятен. Узумаки уже давно не видела в нем обычного мальчишку, над которым она смеялась во время их боев. Ей было тогда просто весело, и она не собиралась думать о чем-либо другом. В кого же она вообще превратилась? Когда-то бои для нее были просто весельем и Узумаки никогда не воспринимала их по-другому. Но смерть семьи заставила закрыть чакру и девушка больше не могла использовать ниндюцу, став слабой и беззащитной. Ахаширама стояла снова и снова с непониманием вспоминал, как Элайя отбивалась от сильного Мадары, который просто выкинул девушку на арену. Он перестал слышать и понимать происходящее. Все происходило как будто в замедленной съемке, где он просто стоял и не мог ничего сделать. Элайя летела вниз, протянув руку вперед, как будто пытаясь ухватиться, а Мадара просто смеялся. И во всем этом был виноват тот самый милый мальчик, который только что захотел разрушить их маленький мир. Он выбрал именно Элайю, чтобы показать, что их деревня на самом деле совсем не сильная, как они говорят. Так быть не должно. Так просто не могло случиться. Так не бывает. Но Синджу ничего не сделал. Только смотрел на то, как он воспользовался их правилами. «Ты», — зло прошептал Хаширама, после того, как пришел в себя. Он резко схватил Мадару за грудки и взглянул в его полные смеха глаза. Но это был не тот веселый и жизнерадостный смех, о котором можно было подумать. Учиха высокомерно насмехался, отчего еще больше разозлил Синджу. «Что ты наделал, Мадара?» Гневно воскликнул Хаширама, но сквозь крики Арины не было слышно их разговор даже, рядом сидящим, старейшинам. Она умрет в этой схватке. «Элая совсем не слабая девочка, которую хочет казаться», — Мадара отбросил руки Хаширам и указал рукой вниз. «Хватит ее защищать! Я буду ее защищать от такого, как ты!» — гневно закричал Синджу, крепко сжимая кулаки. Его волосы встали дыбом от негодования, а вокруг чувствовалась невероятная сила, которую он уже хотел применить. «И к чему ты придешь?» — спокойно спросил его Мадара, тут же озадачив друга. «Она не хочет сражаться, потому что потеряла смысл жить. Понимаешь?» Между лидерами повисло напряжение, в котором чувствовалось противостояние их мнений. Парни гневно смотрели друг друга в глаза, пытаясь доказать, что они оба правы. «Никакая деревня, ни ту и ни я не сможем вернуть ее к жизни, в которой она всегда была счастлива». «Продолжил Учхо. Теперь и вокруг него возникла ужасающая аура, которая затмевала силу Синджу. Ей не нужно больше убивать». Отстаивала свое мнение Хаширома. «Никто и не просит ее убивать». Мадара был очень зол. Неужели Синджу так и не понял, к чему он все это время ведет? Да, Учхо злился на то, что она выбрала Шинра, а не кого-то другого, но дело было ведь не в этом. Мадара заранее знал, что Ганн выберет именно Узумуки. Для этого он, тогда, кинул куну в девушку, чтобы только Шинра смог увидеть, что она на самом деле совсем не сильная, а слабая и жутко боящаяся смерти девочка, которая ничего не умеет. Но Элая должна вернуть себе силы, и это можно сделать только, если она выйдет из зоны комфорта. Мадара был уверен в том, что Ганн на самом деле другой, не такой хороший, каким казался. Он пришел сюда за тем, чтобы разъединить их кланы. Поссорить и влюбить Узумуки в себя, а потом прилюдно добить. Элая очень сильная. Парень уже не знал, кого он пытался убедить, Хаширом или... себя. Ее геном это то, чего я пытаюсь добиться всю жизнь и не могу. Но она ведь смогла. Учиха решительно посмотрел в глаза Синджу, который уже остыл и с удивлением смотрел на своего друга, понимая одну важную вещь. «Зачем ты пытаешься ее спасти, Мадара?» Учиха с сожалением закрыл глаза, нахмуряя в брови. Он повернулся к полю, наблюдая за тем, как блондинка, трясаясь от ужаса, была не в силах сделать хоть шаг. Когда-то Мадара сказал своему другу, что он хочет видеть рядом с собой девушку слабее его, не такую умную и не заплетающие волосы в дурацкие косички, но это было не так. «Я хочу, чтобы мы все всегда были рядом и помогали друг другу. Однажды ей придется сражаться одной, и никто не сможет ее защитить». Мадара был прав, а Хаширома просто боялся это признавать. Только в экстремальной ситуации возможно вывести Шинобина максимальный уровень его силы. Но настоящую правду Учиха так и не смог ему сказать. Не сейчас. Не потом. Элая не могла слышать их разговора. Она лишь чувствовала себя преданной своими друзьями, как ей казалось, тем, в кого она была влюблена. Ей было больно и обидно, но вместо этого она лишь прожигала Шиноразлостным взглядом. «Я не хочу с тобой сражаться», — твердо решила Узумке, огласив свое решение вслух. Она крепко сжала руки в кулак, собираясь уйти, но Ганн не мог ей этого позволить. В его крови закипел адреналин, и он желал только боя, в котором точно победит. Тогда он мгновенно выполнил несколько техник, и девушка увидела, как из земли начала появляться вода на арене. Которая почему-то никуда не уходила, а наоборот все больше пребывала, совсем скоро уже доходя до щек латок. Элая сразу почувствовала, что эта вода была необычной. Она как будто начала высасывать из нее чакру. Ганн быстро появился рядом с ней, высокомерно улыбаясь, он занес руку для удара, смотря на Элаю, которая была просто в ужасе. Но тогда она еще не знала, что он собирался сделать. «Я тебя просто убью». В глазах резко потемнело, а сердце будто перестало биться. Узумики не сразу почувствовала, как очутилась на земле в десятки метров от противника, придавленная к земле с такой силой, что почва с грохотом треснула. Из-за огромного количества брызг воды во все стороны, никто не мог увидеть нормально, что происходит, но в Шинобе шумели на трибунах так, словно Шинра был именно с их клана. «Какая же ты жалкая!» Громко рассмеялся Ганн, схватив девушку за шею. Узумики не могла дышать, поэтому отчаянно пыталась руками высвободиться из его сильной хватки. Но ему это не понравилось. Парень швырнул ее в сторону и, выполнив несколько техник, создал большой водяной шар, в который попал Айуайя. Ты, оказывается, даже Ниндюцу использовать не умеешь. Шинра был сильно разочарован. Он пытался понять, из какого же клана эта девка. Учхо славились своими глазами, узумики и цветом волос, но вот у Синджу не было особенно какой-то отличительной черты. Но ведь все три лидера не походили под описание. И как было определить, кто из них, кто? Уверен, раз ты такая слабая, то и друзья, которые корчат из себя главкланов такие же, как и ты. Парень продолжал давить на больное, собираясь унизить ее не только физически, но и морально. Ты и ваша деревня ничего не стоит. Элая слышала все. Ей было так больно и обидно, но в этом шаре из воды она не могла говорить. Девушка отчаянно закрывала уши, чтобы перестать слышать этот гадкий голос, который повторял, что она ничего не стоит и, что ее жизнь просто ошибка. Все ее действия ошибка. Но ведь все, что она хотела, это жалкие попытки создать мир, в котором дети не будут убивать. Хаширом от злости крепко сжимал железные перила, которые постепенно начали гнуться. Ему жутко не нравилось все то, о чем говорит этот парень. Это дган, который добивал его подругу. Но Мадара сосредоточенно смотрел на бой, не обращая внимания на тот бред, что нес этот пацан. Хаширома. Синджу повернулся на голос любимой, которая в слезах упала ему в объятие. Она сжала ткань его одежды и с мольбой посмотрела ему в глаза. Прошу. Мита. С горечи прошептал ее муж и крепко обнял. Он ее убьет. Голос Узумаки был полон ужаса, потому что она очень переживала за подругу, которая, наверное, думала только о том, почему все ее предали. Элай очень сильная, начал ее успокаивать Хаширома, но Мита не могла просто так это все оставить. Она не может. Может. Перебил жену друга Мадара и сердито посмотрел в ее сторону, в надежде, что она перестанет ныть. Хватит ее недооценивать. Просто смотри. Мита подошла ближе, но от этой картины только еще больше на глаза наворачивались слезы. Элай металась внутри водяного шара, то и дело выпуская воздух, который пузырьками поднимался вверх, выходя на поверхность. Мита бессильно упала на колени, уткнувшись лицом в ладони, дрожала от слез. Хаширома присел рядом и крепко ее обнял. Он поступил как настоящий муж, который должен был оберегать свою жену. Синджу погладить ее по голове и поцеловал макушку, надеясь, что она успокоится. Однажды она поверила в нас с Мадарой, тихо начал Хаширома, чтобы старейшины его не услышали. Теперь наша очередь верить в Элайю. «Я верю», — сквозь слезы прошептала Мита и подняла голову, с уверенностью смотря на своего мужа. И пусть она вышла за него для того, чтобы скрепить союз, но за этот недолгий срок, он так начал ей нравиться. «Всегда верила, и буду верить», — Синджу встал и потянул бывшую узлу Маки за руку, чтобы она могла все увидеть своими глазами. Элайя обязательно вернет свои силы, все трое теперь были окончательно в этом уверены. Но сама Элайя не видела ничего, кроме воды, которая сдавливала все ее тело. Последний воздух вышел из легких, которые уже горели огнем. Кто-нибудь? Все? Все ее бросили. Они отправили ее в этот ад. В это грибанное место на арене на этих межклановых битвах. Помогите! Зачем они вообще это устроили? «Хаширама хочет устроить для тебя сюрприз», — по секрету рассказала ей Мита. И только теперь до Элайи дошло, что же это был за сюрприз. В тот момент, когда Узумаки поняла, в чем же дело, водяной шар превратился в лед. Всего в одно мгновение заморозились воды и девушка застыла в этом холодном и бездушном шаре, чувствуя каждую умирающую часть тела. Мадара все ждал, пока она выберется из шара своими силами. Ждал, ждал. Но уже прошло много времени и ее кислород должен был закончиться. А после превращения шара в лед, Учхо запаниковал. Не может быть, это не помогло. Элайи не открыла каналы чакры. Парень с ненавистью сжал перила и закрыл глаза. Это просто не может быть. Сейчас же та самая экстремальная ситуация. Ну же, сколько она еще собиралась страдать этой ерундой? Давай. Что она делает? Почему разрешает так себя унижать? Мадара уже был готов спрыгнуть вниз и просто уничтожить этого гада, но действия парня его удивили, и он продолжил внимательно наблюдать за происходящим. Остался последний штрих. Шинра подошел к шару совсем вплотную и головой прикоснулся к ледяному и шаре девушке, которая застыла внутри. Он смотрел прямо ей в глаза, которые не двигались и не понимал, почему она не выглядит напуганной. Она не в ужасе и не в страхе. Ее взгляд направлен куда-то вверх, и она улыбается. Почему? Умри. Зло воскликнул Ганн и со всей силы вонзил кулак в шар, который отлетел к стене и от удара рассыпался на мелкие кусочки. Шинра спокойно выдохнул, выпустив свою злость на этой девушке, которая сейчас лежала, придавленная грудой тающего, под солнцем, льда. Все складывалось, как он и задумывал. Теперь его клан будет править самой могучей деревней страны огня. Они смогут завоевать новые территории, и он будет единственным главой всех кланов. Все равно это стоило лишь одной жизни слабой девчонке. Шинра подошел ближе, чтобы окончательно убедиться в прогрош и одной из глав, но чем ближе он подходил, тем больше приходил в ужас. Этого просто не может быть. Трибуны замолчали и повисла гробовая тишина. Каждый боялся сказать хоть слово. Ганн ее метал во все стороны, избивал и применял техники, но, почему? Шинра в страхе подошел к неподвижной девушке и поднял ее за длинные волосы. Как же так? Парень со страшной силой швырнул ее в стену, но Элая так и не пошевелилась. Ее глаза были закрыты, в один момент ему показалось, что она была мертва. Узумаки ничего не слышала и не видела. Все звуки будто пропали, а света и вовсе не существовало. Но девушка не могла умереть, не могла оставить деревню на этого предателя. Элая, в нее никто никогда не верил. Никто и не пытался поверить, что она может делать добро другим. Узумаки было только оружием, которым ей совсем не хотелось быть. Старейшины видели в ней зло, а семья ненавидела всей душой. Элая, но тогда чей же это голос? Кто же зовет ее в этой кромешной темноте? Девушка попыталась встать, но поняла, что не чувствует конечностей. Элая, в этот момент голос в ее голове стал настолько явным, что Узумаки сразу поняла, кто это и даже увидела этого любимого человека. «Ильяна!» Девушка лежала на коленях старшей Узумаки и горько прошептала ее имя, с болью смотря, как ее сестра улыбается, немного наклонив голову в сторону. «Прости меня!» «Ты не виновата!» – спокойно ответила Элая, а из ее глаз начали капать слезы, которые падали на лицо Элая. «Прошу! Я не смогла вас спасти!» громко закричала девушка, чувствуя, как все внутри закипает с новой силой. «Ты не обязана нас спасать!» покачала головой Ильяна и бережно положила обе руки на щеки девушки, которая в этот момент была готова зарыдать. Прикосновения сестры мгновенно привели ее в чувство. Она как будто заново начала ощущать, слышать, видеть. Все было настолько по-настоящему. Как же сильно хотелось в это верить. «Вы моя семья!» «Все, что у меня было!» Узумаки положила на руку сестры свою и потерлась щекой о ее ладонь, вспоминая ее тепло, запах и все, что было с ней связано. «Мне больше никто не нужен!» «Нет!» Ильяна улыбалась так искренне, что через ее улыбку так чувствовалась любовь. «У тебя новая семья и она лучше прежней!» Сказав это, сестра начала светиться ярким светом, постепенно разбиваясь на осколки, которые исчезали в темноте. Глаза Элая были полны слез. Но в этот раз это не были слезы, наполненные болью и грустью. «Нет!» Теперь она плакала от счастья, а в ее груди снова заполыхал огонь. Шанер Ган метал Элай во все стороны, избивал и применял техники, но Ган в страхе подошел к неподвижной девушке и поднял ее, схватив за длинные волосы. Как же так? Парень со страшной силой швырнул ее в стену, но девушка так и не пошевелилась. Ее одежда была сильно изорвана, а коса распустилась. Глаза были закрыты и в один момент ему даже показалось, что она была мертва. Но тогда почему? Почему на ней до сих пор не было ни царапины? Как такое вообще возможно? Ты и твои друзья никто. Ярость закипела в его крови. Парень подошел к Элайе, гневно сжимая кулаки. Он даже не использовал всю свою силу. Я одолею каждого из вас. Шанра поднял ее за шею и снова впечатал в стену со всей силы, не выпуская из рук. Тогда снова разразится война и я буду сильнейшим во всех этих битвах. Он крепко пережал ей горло, всем сердцем желая задушить, как вдруг на его кисть легла рука. Ганн вздрогнул и ослабил хватку, потому что сила, которую он почувствовал в эту секунду, была за пределами его понимания. Что это было? А ты забавный! На лице у девушки появилась усмешка. Она медленно открыла глаза, пронзая Шанра своим взглядом, от которого он просто испугался. Ганн сразу понял, что что-то произошло. Ее взгляд изменился и был полон решимости и смеха. Парень оторопел и даже на секунду подумал, что трясется от страха, но потом до него дошло, дрожал не он. Тряслась вся земля. Камешки загремели и начали немного подпрыгивать, а воздух словно застыл от напряжения и стало тяжело дышать. Ганн отпустил девушку и сделал шаг назад. Что это за чувство огромной мощи, которое словно застыло в воздухе? Ты можешь обижать, говорить гадости и втоптывать меня в грязь. Элай наклонила шею, громко прохрустев костями, затем, опустив голову, из-под лобья взглянула на него убийственным взглядом, от которого у парня пробежали мурашки на коже. Но не смей трогать мою семью и моих друзей. Что? Что вообще происходит? Он избил ее, заключил в водяную тюрьму, душил и впечатал в стену. Как она вообще стоит на ногах? Ты вроде хотел заключить паре. В голосе Элайи была слышна насмешка, которая так не понравилась эгоистичному парню. Так вот, если выиграю я, в ее темно-фиалковых глазах промелькнули искры гнева. Ты заплатишь своей жизнью. Кто? Кто ты вообще такая? В ужасе заорал парень, как будто прогинаясь под мощью ее чакры. Но самое страшное, что потрясло Шенра и всех на арене было то, что волосы девушки от самых корней волос медленно приобретали алый цвет волос, полностью доказывая ее клан. Я Элайи Узумуки. В этот момент небо потемнело. И сейчас я покажу, на что способна деревня, скрытая в листве. Абсолютный геном Гант чувствовал ее силу, которая будто придавливала к земле. Ее глаза горели убийственным огнем, а волосы чуть приподнялись. Парень не стал дожидаться ее первой атаки, потому что просто испугался. Всего за секунду он выполнил техники и из воды мгновенно появились острые ледяные копья, которые десятками полетели в девушку. Шенра надеялся ее это остановит, но Элайи просто взмахнула рукой и перед ней возникла непробиваемая защита, о которую так легко вдребезги сломались копья. Гант сделал еще один шаг назад. Его сердце бешено забилось, а от ужаса глаза чуть ли не выскочили из орбит. Узумуки же просто стояла и смотрела, но ее сила совсем не уходила. Она как будто набирала ее все больше и больше, питывая природную чакру. Парень пробовал снова и снова, направляя на нее волны и тонкие, прорезающие все на своем пути, струи воды. Он пытался снова создать водяную тюрьму, пробивать ее всем чем только и знал, но не мог. Девушка была беспощадна и больше на нее ничего не действовало. Она словно не видела все эти техники, которые он создавал и направлял против нее. Элайи вбирала в себя чакру, которую не использовала последние годы, поэтому ее сила ослабла, но сейчас она вернет свою утрачную мощь и сможет разнести здесь все в пух и прах. Никто сюда больше не зайдет, прошептала девушка, и, когда она поняла, что собрала достаточно чакры, наконец-то открыла глаза и прожгла дару своим взглядом в его теле. И выйти отсюда живым ты уже никогда не сможешь. На арене поднялся страшный ветер, который сметал все на своем пути. Шиноби на трибунах прикрывались руками, чтобы пыль не попала в им в глаза, и надеялись не улететь. Что вообще происходило? Только Мадара стояла с улыбкой и на лице наблюдал за происходящим. Однажды он уже видел эту технику и сейчас с удовольствием посмотрит снова. Абсолютный геном. За гробным голосом начала Узумы Киа, мгновенно выполнив комбинации сложных и незнакомых ему техник, воткнула свой кулак в землю, оставляя в ней трещины. Сфера непроглядной темноты. Волна взрыва произошла настолько внезапно, что Шинра ничего не успел понять. Его силы откинуло в стену и все, что он смог увидеть, это то, как вокруг арены и самой земли вверх поднимались темно-фиолетовые отражения, которые создали целый купол, соединившись наверху. Этот купол из ее чакры захватил все, кроме балкона, на котором стояли Мадара и Хаширама, вместе со старейшинами их кланов, и отдельной стороны, где сидели Шиноби из ее деревни. Синджу сразу вспомнил их последнее сучхо-сражение, на котором Илайя использовала этот прием, чтобы не подпускать к ним никого из клана. Мужчина протянул руку и прикоснулся к куполу, который был почти прозрачным, но иногда отливал фиолетовым цветом. По структуре это больше напоминало твердый, но очень тонкий металл, который было невозможно пробить. «Что это такое?» В недоуме пробормотал Синджу. В отличие от Мадара он ни у кого, кроме нее, прежде не видел такие техники, поэтому, даже увидев второй раз, лидер был очень удивлен. «Она обладает абсолютным геномом», объяснил ему Мадара, но тут же поймал на себе удивленный взгляд. Синджу читал об этом только в секретных свитках своего отца и верил, что это бывает только в сказках. «Хаширама научился в совершенстве использовать свой улучшенный геном, но, чтобы абсолютное...» «Сколько же Узумаки тренировалось, чтобы достичь такого результата?» «Это абсолютная защита, верно?» Усмехнулся Синджу и еще раз посмотрел на Шиноби, которые находились внутри ее генома. «Даже если Элайю убьют, защита не исчезнет», кивнул головой Мадара и снова посмотрел на Элайю, которая улыбалась и ее глаза были полны огня. Ей наконец-то было весело. «Поэтому сейчас оттуда никто не выйдет. И зайти мы тоже не сможем». Тяжело вздохнул Хаширама, дополнив объяснение Учхо. Шинерган был подавлен и напуган. Этот купол, что сошелся над его головой, не предвещал ничего хорошего. «Откуда у какой-то девчонки такая сила?» Элайя чувствовала резкий прилив сил. Как же давно она не испытывала такого наслаждения. Ей хватило секунды, чтобы завершить свою технику, а потом девушка приступила к нападению. Гигантскими кусками отламывалась земля и тут же летела в Гана, который старательно изворачивался, чтобы его нельзя было сбить так легко. Стру из его собственной воды насквозь прорезали все на своем пути. Но самое страшное в тот момент еще не началось. И Шинра это уже знал. За свою жизнь Элайя училась множеством техник, которые потом ей нравилось соединять и проверять, что получится. Благодаря силе свитка, девушке было легче овладеть какими-либо техниками, но, в отличие от Шарина Гана Кланочиха, она не могла в совершенстве повториться чужие техники. Именно поэтому ей приходилось так усиленно тренироваться. Узумаки научилась выполнять техники одной рукой и разные двумя. Ей нравилось этим заниматься, ведь это напоминало о том, что она обычный шиноби, а не какой-то там монстр. Элайя спокойно выполнила техники ветра в правой руке, постепенно вызывая ураган, а в другой огненный вихрь. Ветер был страшный. Шиноби на трибунах не знали, куда сбежать, ее Геном не выпускал их, а здесь они все были не в безопасности. Узумаки с удовольствием соединила две техники водную и направила на Гана, который просто ничего не мог сделать. Его швыряло во все стороны, он бился об каждый угол и понимал, что Элайя его не пожалеет. Он сам разбудил в ней демона, которого просто не сможет успокоить. На поле боя творился хаос. Арена была полностью разломана, а все стены были почти разрушены. На трибуны прилетали гигантские глыбы, от которых еле спаслись чужие кланы. И наконец-то настал момент, когда Элайя решила пробовать гораздо больше. Ей хотелось сделать все, чтобы другие кланы увидели, что с деревней, скрытой в листве, бороться невозможно. Вода – именно с нее начинается абсолютным геном. Земля – присоединение каждой стихии имело свое значение и придавало особый цвет. Огонь – этот элемент был самым опасным. У Зумаки всегда было сложно с ним бороться, потому что основной ее элемент – вода. Очень долгое время эти две стихии было просто невозможно соединить, но у нее получилось. Ветр – самый мощный элемент был последним. Его присоединение означало полную гармонию стихий. И именно добавление последнего элемента тратило драгоценные секунды, которые противник мог использовать, но Шанарган был не в состоянии понять, что вообще происходит. В руках девушки появился яркий, ослепляющий все на своем пути, свет. Каждый прищурился, в надежде что-нибудь разглядеть, но это сияние заставило всех просто отвернуться. Аб – Элая глубоко вдохнула и закрыла глаза, наслаждаясь всем процессом. Они все заплатят за то, что посмели сказать такое против ее семьи. И Шанарган будет первым. Со – Узумаки спокойно выдохнула и замахнулась, четко видя свою цель, которая на всех парах пыталась убежать с поля боя, ища выход. Люд – девушка никогда прежде не испытывала такой воли к жизни. Теперь ей захотелось продолжить свой путь, чтобы доказать всем Уммадаре, в первую очередь, что она может все. Ее сила безгранична. Абсолют. Прошептала Элая и раздался взрыв, который был настолько мощным, что, казалось, сама защита была готова треснуть от такого напряжения. Арина взлетела на воздух и только одна Узумаки подпрыгнула высоко вверх, наблюдая за тем, как от чужаков не остается и следа. Но девушка знала, что это не конец. Она видела, как Шанарган из последних сил защитила себя и всех, кого мог на поле водным куполом, который не пропускал бешеный жар и взрывную волну, и в этом деле он очень даже преуспел. Парень встал на ноги и злобно смотрел на приземляющуюся девушку, которая улыбалась, а ее глаза были полны веселья. Тебе что, весело? Зло прошептал Ган, яростно сжимая кулаки. Как вообще можно быть настолько жестокой? Ты решила здесь убить всех. А ты думал, я буду с тобой в игры играть? Улыбка в Зумаке заменилась усмешкой. Я сдаюсь. Шанра поднял руки и упал на колени. Ему было страшно. Единственное, что он мог сделать против этого монстра защищаться, но как долго протянет его защита? Прошу, больше не надо. Я сдаюсь. Мальчик, ты, кажется, не понял. Разочарованно начала Элайя, сделав несколько шагов навстречу к нему, и с жалостью посмотрела на этого нагреца. Твоей ставкой была жизнь. Узумаки чувствовала такой прилив сил, что ей хотелось это куда-нибудь потратить. Именно поэтому она сделала то, что требует огромный запас чакры жизненных сил. То, что может принести боль, но заставит противника полностью признать ее. Элайя протянула руку в сторону и будто начала брать что-то из воздуха. Ее браслет покрылся мягким золотым цветом, превращаясь в катану. Но это было не все. Узумаки воткнула оружие в землю и положила на него вторую руку. Серебряный браслет на левой руке засветился и оттуда появилась золотистая цепь, которая тянулась к катане. Время пришло. Мадара уже не первый раз видел, как она призывает оружие из свитка, но Хаширому просто не мог проверить. Он даже не знал, что это. Мужчины как завороженные наблюдали за тем, как Элая развела руки в сторону и как в ее руках засветились парные катаны, прикрепленные с одной стороны к браслетам, с другой к катанам. Это было так красиво и так ужасающе, что просто никто не мог увести свой взгляд в сторону. Сорвавшись с места, девушка сделала последний шаг. Ее больше никто не остановит. Элая не надо. Завопила Митта и отчаянно ударила кулаками по выросшей стени, когда поняла, что ее подруга собирался делать. Она так надеялась ее остановить, ведь Узумаки потеряла контроль над свитком. Хватит. Ган уже сдался. Что ей еще нужно? Но было поздно. Легким движением рука на невероятной скорости, Элая взмахнула катанами и беззвучно остановилась за спиной парня. Все с ужасом смотрели на то, как он стоял всего секунду, а потом его тело разлетелось на три части. Это был конец новому союзу и надежде, которую до конца опитали все здесь находившиеся кланы. Все были в ужасе. Только Узумаки безумно улыбалась, опустив голову вниз, Амадара с наслаждением наблюдал за всей этой ситуацией и чертовски был рад. Субтитры создавал DimaTorzok